Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Крымско-татарского активиста Эдема Бекирова российские силовики задержали на въезде в аннексированный Крым. Об этом в Фейсбук сообщил председатель Межлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. По его словам, житель Херсонской области Эдем Бекиров въезжал на полуостров со стороны материковой Украины, чтобы навестить 78-летнюю мать. Его схватили силовики во время прохождения паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами, и привезли в здание ФСБ России в Симферополе. На данный момент связи с Бекировым нет. Чубаров отметил, в январе 2018 года активисту сделали сложную операцию на сердце. Ему установили 4 шунта. Отказался давать показания российским силовикам пленный командир буксира Яны Капу Олег Мельничук. Об этом сообщил в Фейсбук-адвокат моряка Эдем Семидляев. Он встретился со своим подзащитным в СИЗО Лефортово в Москве. Также Мельничук заявил, что в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает. Кроме того, Семидляев рассказал от него. Представители ФСБ требовали подписать документ о неразглашении данных следствия. Адвокат отказался. Украинские военные катера Бердянск, Никополь и буксир Яны Капу российский спецназ захватил 25 ноября в районе Керченского пролива. В плену оказались все члены экипажей. Списки лиц и кораблей России, причастных к агрессии в Керченском проливе, передал президент Украины Петр Порошенко президенту Европейского совета Дональду Туску. Это произошло во время встречи в Брюсселе. Порошенко рассказал о том, что своими действиями Россия пытается полностью оккупировать акваторию Азовского моря, что несет угрозу безопасности региона. Президент Украины призвал лидеров ЕС осудить агрессивные действия РФ, требовать восстановления свободного судоходства и немедленного освобождения 24 пленных моряков, а также продлить санкции против России. Акция в поддержку Олега Сенцова прошла в Варшаве. Участники собрались под зданием посольства России в Польше. Они выдвинули требования к Кремлю освободить всех украинских политузников, которые находятся в России, а также на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Акция прошла в рамках глобальной кампании «Сейв Олег Сенцов». Россия удерживает украинского режиссера в колонии Лабытнанге за Полярным кругом. Его приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному делу о терроризме. Накануне Сенцова в Европарламенте наградили премией имени Сахарова за свободу мысли. До 7 человек возросло количество погибших в результате столкновения скоростного поезда с локомотивом в Турции. 46 травмированы. Поезд ехал с Анкары в Конья. С рельсов сошли два вагона. Это произошло прямо под наземным переходом. Его часть обрушилась, сообщили местные власти. На месте работают медики, правоохранители и спасатели. Волонтеры помогают людям выбраться из вагонов. Много пассажиров оказались зажатыми под металлическими обломками. Тереза Мэй остается премьер-министром Великобритании и лидером консервативной партии. Ее поддержали большинство депутатов. Голосование было тайным. Теперь в течение года никто не сможет снова инициировать вотум недоверия Мэй как лидеру партии. Сама премьер-министр заявила, что смещать ее с поста не в интересах государства. Накануне 48 депутатов от консервативной партии подали официальные письма, в которых заявили о недоверии премьеру. Причиной назвали неприемлемые, по их мнению, условия Брексита, которые премьер согласовала с Евросоюзом. Первая литургия Вселенского Патриархата в Киеве в Андреевской церкви проходит в эти минуты. Первое богослужение после того, как церковь перешла в пользование Константинополя, символично совпало с днем апостола Андрея Первозванного. Там находится корреспондент ЮИТВ Ольга Михалюк. Оль, сколько людей собралось на молитву в Андреевской церкви и как проходит служба? Здравствуй, Дарья. Могу сказать, что людей не очень много, но не потому, что это неинтересно украинцам, а потому, что церковь сейчас находится в реконструкции. И до конца даже не было понятно, будет ли в саму церковь на литургию пускать журналистов. На самом деле, первую службу литургии сделали открытой, и мы смогли тоже приобщиться к таинству. Все планировалось сегодня в 9.30. Это начало литургии планировалось. До этого, по нашей информации, было, говоря светским языком, совещание в Софийском соборе. Первым на службу пришел экзарх Вселенского Патриарха Иларион. Затем, уже когда началась подготовка к службе в середине церкви, пожаловал и представитель Вселенского Патриарха Эммануил Гальский, митрополит Франции. Что могу отметить? Несмотря на то, что таинство и служба проходила образы и были закрыты еще строительными разными лестницами, от этого не становилось меньше впечатлений. Из новшеств могу отметить, что служба, в частности чтение молитв, очень демократично проходила на трех языках – украинском, старо-славянском и греческом. Я прошу послушать. Да, действительно, детище архитектора Бартоломео Растрелли Андреевская церковь теперь официальное представительство Вселенской Патриархии в Украине. Я напомню, что по обращению президента Украины Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект и церковь передали как представительство в пользование Константинопольскому Патриархату. Следующей важной вехой, которую мы все ожидаем, должен стать 15-го числа, 15-го декабря, Архиерейский собор, который пройдет здесь, в Киеве, в Софийском соборе. И там мы ожидаем уже голосование, демократическое голосование за нового предстоятеля Украинской поместной автокефальной церкви. Я надеюсь, что также с Божьей помощью, как и сегодня, все пройдет спокойно. Студия. Корреспондент ЮЭТВ Ольга Михалюк. Первая литургия экзарха Вселенского Патриархата идет в Киеве в Андреевской церкви. Последнюю игру группового этапа нынешней Лиги чемпионов Донецкий шахтер против французского Леона сыграл в Киеве. Для шахтера киевский НСК Олимпийский впервые стал домашней ареной. Из-за российской агрессии четыре года они не выступают на родном поле. О результатах матча расскажет Олег Шумейко. Почти 40 тысяч зрителей пришли поддержать шахтер на НСК Олимпийском в его первом домашнем матче на этой арене. По требованию УЕФА еврокубковые поединки запрещено проводить в областях, где введено военное положение. Поэтому игру против Леона из Харькова перенесли в Киев. Результат матча – ничья 1-1. Все болели. Спасибо им большое. Мы чувствовали. Извиняюсь, что мы не выиграли. Хотели в Лиге чемпионов, но, наверное, то, что заслужили, то и получили. Ничья в Киеве оставила Донецкий клуб на третьем месте в своей группе. Шахтер выбыл из борьбы в Лиге чемпионов, но в 2019 году продолжит поход за трофеем Лиги Европы. Мы были очень близки, чтобы выйти из группы и сделать то, что ранее не удавалось шахтеру. А именно дважды подряд попасть в 1-8 финала Лиги чемпионов. Что у нас действительно не получилось, так это удержать то преимущество, которое у нас было в начале поединка, когда мы забили первый гол. Сегодня в Киеве футбольный праздник продолжится. На НСК Олимпийском киевская «Динамо» проведет свой последний матч группового этапа Лиги Европы против чешского клуба «Яблонец». Динамовцы досрочно обеспечили себя путевкой в раунд плей-офф, но зрителей собирается порадовать и яркой игрой, и победой. Олег Шумейко, Сергей Ильинский, ЮЭй ТВ. Праздничная комедия для всей семьи. Украинский фильм «Приключения с Николая» выходит в прокат. Лиан Т. режиссера Семена Горова рассказывает историю двух детей, которые остались одни дома в небольшом городе в Карпатах. Накануне Дня Святого Николая к ним неожиданно пожаловал вор в костюме сказочного дедушки. Юные герои борются с преступником и помогают настоящему Николаю вернуть праздник. Главного злодея играет самый сильный человек планеты Василий Веростюк. Фильм создан при поддержке Госкино Украины. Его покажут в 146 кинотеатрах страны. Заходите на сайт канала utv.ua, там еще больше информации. Следующий выпуск новостей уже через два часа. Оставайтесь вместе с ЮИТВ и спасибо, что вам интересно. Украина!